с вашим дедом. А как вы? Как вы воспринимали отчима? Вот в чем дело. Грубо говоря, есть светлые детские воспоминания, а есть уже такие грустные подростковые воспоминания. Так вот, давайте так. А светлых не надо. Светлые – это все хорошо. Вот лучше расскажите о... Ой-ой-ой-ой, что ж такое? С телефоном опять что-то, какая-то ерунда. Так, хорошо. Вот вы мне лучше расскажите о... Все ж таки о плохих темных периодах. Наказывал он меня, в угол ставил. И я должна была говорить какие-то унивительные слова, чтобы оттуда выйти. Потом... Подождите, какие слова? Извиняться? Ну, унивительные. Какие? Он по отношению к вам оскорблял вас? Или я не понял? Чтобы выйти из угла, я должна была сказать слова. Что должны были высказать? Попросить прощения? Ну, прости за сранку, я больше так не буду. А, понятно. Так это не унизительно, а попросить... Но мне... Но я чувствовала унижение. Понятно, конечно. Не-не, это другое дело. Он, значит, требовал от вас, чтобы вы признали свою вину и попросили прощения, а вы это воспринимали, конечно, как придирку, как несправедливость. Правильно? И это часто было? Да, часто. Скажите, а мама вас защищала? Или там, понимаете, получается так. Отчим живет у бабушки, бабушка, вы внучка, там у нее еще есть внучка и внуки, для нее все одинаковые. Вот. А отчим там чуть ли не хозяин. Там же все-таки дед был хозяином и бабушка была хозяином. Вот. Как-то несостыковка. Ну, вот и я про то же, что дед-то не жил с нами, он с бабушкой развелся и жил в деревне. Ага. Вот. И на фоне вот этой квартиры постоянно происходили какие-то конфликты. Между кем? Между кем? Между бабушкой и отчим. Ну, понятно. Два лагеря. Хорошо. Минуточку. Как они касались? Каким боком эти конфликты вас касались? Вот как вы реагировали на них? Я вообще понимаю, когда отчим вас ставил в угол, наказывал и требовал просить извинения, это я понимаю. Конечно, вы считали, что... А за что я должна просить? И изменения. Я все правильно делал. Это как унижение, как насилие. А при чем здесь взаимоотношения бабушки с отчимом? Вы что, жалели отчима или как? Ну, я воспринимала вообще всех как свою... Всех одинаково я любила. Когда происходили конфликты, стороны отзывались друг от друга очень нехорошо. То есть, это были очень громкие скандалы. Ну, это ругань была. Ругань, оскорбление, да? Ну, да. И я как... Меня использовали как какой-то, не знаю, механизм влияния. Пойди, скажи ему. Пойди, скажи ей. И вот... То есть, и отчим использовал вас, и обратная сторона. А вот мамина. Меня интересует бабушка, понятно. Бабушка, дедушка, который уехал, значит, они, конечно, не приняли и не любили вашего отчего. А вот мамина, мамина роль какая была? Я вообще маму не помню в этих всех конфликтах. Она очень... Она не участвовала в ней? Она не участвовала. Значит, в основном бабушка, дедушка и отчим. Вот это две таких стороны, да? Скажите, а отчим что, властный был? Ну, да, наверное. Деспотичный? Ну, нет, наверное. Властный, но не деспотичный. Ну, хорошо. Ладно, давайте, чтобы кончить взаимоотношения. Значит, с мамой у вас все в порядке. Претензий к маме не было. Мама вас не наказывала. Вы чувствовали любовь со стороны мамы, да? Ну, да, все нормально. Хорошо. А вот кто вам, скажем, вызывал отчим? Я правильно понимаю? Ну, да. Отчим несправедливо, требовал извинения, наказывал и так далее, и так далее. Вас заставляли ухаживать за братьями и сестры? Кто заставлял? Да, все, наверное. И мама, и этот вот, и отчим, да? Ну, да. То есть я не могла пойти... Мне не разрешали гулять. Я должна была постоянно сидеть с ними. И до какого возраста вы должны были как нянька работать? Ну, просто, понимаете... Очень болезненно. То, что когда я выходила с ними гулять, Некоторые там гуляющие там женщины-бабушки воспринимали меня как маму. Как маму? Подождите, так у вас же разница. Ну, в 9 лет. Как может быть? Ну, это было-то уже лет в 12, в 13. Ну, я в 12. Вы же ребенок, какая мама. Ну, вот как старшую сестру. Это у вас... Нет, я вам говорю о том, что я постоянно ругалась. Я кричала, что я старшая сестра. Подождите, я не понял, кто ругался? Когда я выходила гулять. Так. Либо там... Ну, это было, наверное, сестра больше. Либо мыли с ними двоими. Многие... Ну, понятно. А крушение считалось, что вы мама. А мне что, называли вас, спрашивали? Да. Как они говорили, что мамочка? Они говорили, не убегай от мамы. Слушайся, мама. А, вот так даже? Да. Скажите, а как вы реагировали на это? Я орала, что я сестра старшая. А, вы им говорили, что я не мама, а я старшая сестра. А это обижало вас, оскорбляло? Конечно. Почему? Вот почему? Ну, кто-нибудь, мама, наоборот, гордится. Смотрите, какая. Или все тут вставало четко и ярко, что меня все-таки используют. Все-таки меня как нянькой. Понимаете? Вообще-то, по идее, вас правильнее было бы называть нянькой. Няня, 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 которая, я знаю, или гувернантка. Вот и все. Хорошо. И это продолжалось до какого вашего возраста? Я вижу, вы плачете, это ваше больное место. До какого возраста это продолжалось? Лет до 16-17. А там почему изменилось? Они уже выросли или в чем проблема? Ну, да, в принципе. То есть, был такой момент. Ага. Очень неприятный. Ну, расскажите. Это надо, это надо рассказать. Я вижу, вы плачете, понятно, что вы неприятны. Но надо сказать, не надо держать. Какой момент? В каком возрасте это тоже важно? Вашим? Мне было лет 16, наверное. Это было лето. А меня опять оставили с братом-сестрой. Ну, очень хотелось пойти гулять. Брат, я не помню, сколько ему было, но он уже такой смешленый был. И родители, ну, должны были вот-вот прийти, там, может быть, ну, как я вспоминаю, ну, чуть-чуть осталось, то есть минут 10-20. И варился рис, когда я, то есть варился рис, я оставила их дома. Подождите, так вас еще и заставляли готовить, да? Да, я постоянно готовила. А мама что, что, мама работала много или как? Ну, да. Ну, да, работала. А бабушка уже к тому времени умерла или что? Нет, мы переехали. А, вы переехали отдельно, понятно. Понятно. Ну, вот и хорошо, варился рис, должны были родители, и что произошло? Когда я пришла с прогулки, мама сказала, сейчас тебе влетит, готовься. И очень, очень сильно на меня орал. А, все произошло просто, вода выкипела, и началось там дымление или что-то такое. То есть, как бы, ну, чуть не случился пожар, и он сказал, ты чуть не убил моих детей. Подождите, стоп, стоп, я ничего не понял. Вы, вас оставили, значит, с детьми, с вашим братом и сестрой варился рис. Куда вы вышли? Гулять. Почему? Потому что я хотела гулять. А, вы хотели гулять. Так, и что произошло дома? Пожар или что? Или сгорело это? Рис сгорел, подгорел. Рис сгорел. Рис сгорел, так. Хорошо. Рис пошел. Понятно. И когда вы вернулись, значит, в чем вас начали обвинять? Что вы хотели убить, убить брата и сестру? Ну, что я чуть. А, чуть не убила, да? Ну, да. Ну, хорошо. И чем, а какие последствия? Что, вас наказали или просто поругали? Ну, меня очень сильно наорали. И я сбежала из дома. Ну, вы сбежали? Вы сбежали. А что, вас били в этот момент или как? Нет. Нет. А сколько же лет было сестре в тот момент? Если вам было 17, вот, а она на 9 лет, это мне 9 лет уже, уже все-таки более-менее взрослый ребенок. Значит, а как вы могли убить? Ну, подгорел. У меня у самого недавно подгорел, значит, этот вот кусок хлеба. И пожарных вызвали, и полицию вызвали. Боже, мне такая проблема была. Это у взрослого бывает? Я просто забыл, поставил, и все. А оно там, там открывая кухню, а там полно этого. Значит, вас больше всего обидело то, все-таки, или задело то, что вас обвиняли, значит, несмотря на то, что вы ухаживали за братьями, за братами и сестрой, и так далее, и так далее. Что вас обвинили, что вы хотели их убить, да, то есть, в таком злом умысле, правильно, или нет, или я чего-то не понимаю. Что вас больше всего за дело? Почему вы убежали? От чувства вины, что да, действительно, я была виновата, я оставила, я не заглядела, или от чувства несправедливости обвинения к вам. Ну, вот мне режут эту фразу, ты чуть не убила моих детей. Как вы это восприняли? Как вы это восприняли? Как несправедливость, да? Ну, понимаете, то есть, опять вот это разделение, мои дети и ты. А, подождите, он сказал моих детей? Да. А, я прослушал мои. Это кто, отчим? Да. Понятно. Скажите, а вы любили его, отчима? Ну, он же был для вас папой, как папа. Ну, да. Значит, наверное, вы его любили, да? А, нет. Да или нет? У вас было к нему положительное вот такое чувство? Не знаю. Ну, хорошо, подождите, не знаю. А тут, когда вы такое услышали, вы поняли, что вы, значит, понимаете, это же действительно кардинально. Ты, ты чуть не убила моих детей. Моих детей. А ты, а ты чужая. Вот и все. Вот же в чем дело. Вы что, такая вообще-то очень чувствительная девочка, я так понимаю, да? Очень ранимая. А это как? Это врожденная или это приобретенная? Как вы думаете, кто, вот такое чувство, бабушка, как будто бы и не чувствительная, а мама чувствительная? Нет. А папа? Может быть, папа чувствительный? Нет. Значит, это что? Это не врожденная, а приобретенная? То есть, воспитанная? Я не знаю. Не понял? Я не знаю, если честно. Ну, я понимаю, что вы не знаете, такой вопрос риторический. Ну, хорошо, ладно. Еще какие моменты были? И после этого у вас изменилось отношение? Вот что после этих слов изменилось в вашем восприятии отчима, мамы? А мама как? В этот момент, мама, вас не обидело, что мама не вступилась за вас? Да, обидела. То есть, мама тоже возмущалась. Мама в одну дуду дула с этим вот, да? С отчимом. Но она за меня не заступилась. Я не понял. Она за меня не заступилась. Она не заступилась. Хорошо, все понятно. Скажите о таких моментах. Вот чувство обиды. Меня интересует. Хорошая сторона меня не интересует. Хорошая. Меня интересует вот что. Их много было. Они часто были. Значит, я так понял. Первое. Это попытка там была, не была, не знаю, сексуального какого-то. Второе. Это все-таки, значит, когда вы узнали, что это не папа, а это отчим. Третье. Это то, что, в общем-то, отчим наказывал вас. Он наказывал, не мама. И требовал еще от вас, чтобы извинились. Вы это воспринимали как унижение. Четвертое. Что вы были ребенком. Вы сами хотели гулять. Вы сами хотели. Вот. А вас, значит, использовали как няньку. Ну, и тут уже апогеи. Значит, вы все-таки отчима любили, считали, что он, ну, приняли его как отца и так далее, и так далее. Это же 17 лет. Вы уже понимали. Вот. И вдруг, когда, значит, это происшествие произошло, он говорит, ты убила моих детей. Чуть не убила моих детей. То есть, что я это я, а вот эти братья и сестры другое. Что еще было неприятного? Ну, был момент, когда я там доела последние яблоки и допила последнюю воду. И он упрекнул меня в этом, то есть в еде упрекал. Ты тоже же был достаточно взрослый. Ну, может, мне лет 15-16 был. Ты доела последние яблоки, ничего не оставила детям. А я не ребенок, да? Понятно. Это в том же духе. Опять сопоставление дети, а ты кто? Это... А вы чувствовали себя, Золушка? Да. Только там вместо мачехи был, значит, отчим. Чувствовали, да? Скажите, а вот тогда, когда он сказал отчим, чтобы ты чуть не убила моих детей, вы убежали. Вы сами вернулись или вас вернули? Меня нашли. Нашли, да? А кто искал? Да все искали. И он же искал, да? И он тоже искал. Скажите, вот, дайте мне оценку. Вот сегодня, вот что у него, он 24 года. Как вы оцениваете отчего? Что, это монстр или все-таки в нем есть что-то и человеческое? Ну, конечно, есть человеческое. А чего больше? Ну, человеческого. Человеческого все-таки больше. Но я смотрю, вы все время плачете. Воспоминания об этом, вы понимаете, у вас это уже было там несколько лет, 7 лет или так далее, а это все вот как будто бы вот-вот-вот вчера произошло. То есть это такие травма какая-то, обида? Ну, да. А вы, в общем-то, вот сейчас, вам 24 года, вы не считаете, вы себя считаете членом семьи или нет? Или вы все-таки считаете себя, что я была Золушкой, я и осталась Золушкой? Знаете, я вот что хочу сказать. Когда я приехала, вот. Куда приехала? Когда я, вот, я же с родителями только... Это в этом году? Вот, да, вот сейчас. Да, так, так, так. Когда я из другого города... Да, 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 ну, понятно, вернулись к родителям, да. Приятно, да, вот сейчас-то я спала намеренно не в своей комнате, а в комнате детей. Так. Ну, брата и сестры, чтобы, ага, ну, почувствовать себя, что я тоже ребенок. Так. То есть, ну, как бы, знаете, вот встать в эту иерархию. Я все понял. Как бы, ну, встать в детской. Это в 24 года. Да. Уже взрослый человек, уже, понимаете, а вы все равно, вот это нас понятно. То есть, вы специально ночевали в комнате брата и сестры, чтобы почувствовать себя, в общем-то, равным с ними и быть любимым им, да. Скажите, вот, а все-таки у вас больше была обида на кого? И вот сейчас на кого больше обида? На бабушку, на маму, на... Это вот три человека, которые участвовали. Как вы относитесь к брату и сестре? Я их люблю. Вы их любите? Так, все, с этим закончено. Брата – это вот отчима, маму и бабушку. Ну, с мамой у нас получилось построить заново отношения, потому что, когда я, ну, в 19 лет от них съехала, мы очень долго не общались, и я выстраивала отношения заново. То есть, она очень такая властная, ну, строгая. Мама строгая? Ну, вообще, да. А вы же говорите про отчима. Значит, и мама была строгая? Ну, да, все должно быть чисто, все должно быть... Нет, ну, учись – это нормально. Учись – это не только по отношению... Чисто. Чисто. А, то есть, мама от вас требовала... Скажите, а она требовала от брата и сестры то же самое? Понимаете, меня вот что интересует. Там самое, самое важное, не то, что мама требовала чистоты, там, о чем, а самое важное – не было ли разницы. Вот ты, вот ты должна, ты обязана, значит, ты должна соблюдать, а они маленькие, они, скажем, их прощают. Вот, разница в отношении, вот что меня интересует. Да, это было. Значит, со стороны отчима ясно, а со стороны мамы тоже было? Ну, мне кажется, да. О, вот для меня важно, не как оно было, а как вам кажется, как вы ощущали. Так, а бабушка как? Вот еще там третий актер – это бабушка. Бабушка делала разницу между вот вашими братьями, братами и сестрой и вами? Нет, мне кажется, нет, не делала. То есть, по сути дела, вот теперь понятно. Значит, если я скажу так, что вы чувствовали себя в семье там все-таки одинокой, ущемленной, недолюбленной, недооцененной. Все ясно, хорошо, хорошо. Скажите, в школе как были проблемы со шкалерами? Ну, меня только там дразнили иногда. Иногда дразнили, но это было драматично или не очень? Ну, так. Вам хотела в школу или...